Все слышали про того самого царя Гороха, который, судя по крылатому выражению, жил в глубокой-глубокой древности. Но почему правителя зовут именно Горох? Существовал ли он на самом деле? Правда ли, что царь Горох известен и в других странах? Кого считают его прототипом, причем здесь Перун, и где родина того самого Гороха? Итак, что мы знаем о царе Горохе? Одна из русских сказок начинается так. В то давнее время, когда мир божий наполнен был лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки. В то время жил-был царь по имени Горох. Согласно сказке, у того самого царя Гороха была царица Анастасия Прекрасная и три сына царевича. Царь Горох, как символ старины глубокой, знаком и другим славянам. В Белоруссии, правда, он король Горох, а на украинском король горошек. Помимо Гороха, этот самый царь был и царем-сверчком или даже царем-галушом у чехов, и царем-гвоздиком у поляков. Свой царь Горох есть у людей на всех континентах. У французов он король-чистик, у мексиканцев король-болтун. При этом некоторые коллеги русского царя Гороха оказались вполне реальными правителями. Так польско-украинский царь Сас из фразеологизма, который можно перевести как во времена царя Саса, оказался польским королем Августом II, курфюрстом саксонским. Испанцы говорят, во времена короля Вамбы. Так вот, выяснилось, что этот Вамба правил королевством Вестготов в VII веке. А как же наш Горох? Существовал ли он на самом деле? Споры об историческом прототипе царя Гороха идут уже не первое столетие, но однозначной версии на сегодня не существует. Академик Рыбаков считал, что у нашего царя Гороха скифские корни. Царь Горох – это некий пока неизвестный вождь, сопротивлявшийся набегам кемерийцев в X веке до новой эры. Его звали Таргитай, а в славянские сказки он вошел под именем Тарх Тархович, которая и трансформировалась в Горох. Есть и другая версия. В царя Гороха превратилось имя грозного повелителя готов Германариха, который в IV веке правил огромной империей. В ее состав входили и славянские народы – царь Горох и Германарих. Опять же, созвучно. Есть и более экзотические версии. Согласно одной, царь Горох – это Рюрик. Якобы варяги принесли с собой в Скандинавии любовь к Гороху. А согласно другой, царь Горох и вовсе муж Клеопатры Трифены – Птолемей XII неус Дионис. Он правил в I веке до новой эры, а царь Горох – он по аналогии с Хрущевым, которого называли кукурузник. Именно Птолемей первым развел гороховые плантации в Каире, надеясь прокормить таким образом все население. Если по поводу того, был ли реальный прототип у царя Гороха, ученые так и не сошлись, то по поводу его родины сомнений ни у кого нет. Гороха за собой закрепил город Гороховец Владимирской области. Здесь вас накормят особой гороховецкой гороховой кашей и проводят в палаты к царю Гороху. Впрочем, не все исследователи искали царю Гороху реальные корни. Собиратель фольклора Александр Николаевич Афанасьев считал, что выражение «царь Горох» – эфемистическая замена имени бога-громовержца Перуна. Так, с помощью метафоры наши предки связывали небесный гром с обмолотом зерен гороха. То есть гром – это небесная молодьба. Да и само слово «горох» на его взгляд было связано со словом «грохот». Впрочем, современный исследователь профессор Журавлев возражает, что горох не молотят, а лущат, а корни в словах «горох» и «грохот» исходно разные. По другой версии, царь Горох – это и вовсе географический термин. И изначально это выражение звучало по-царегородски, то есть по-цареградски, по-константинопольски, и относилось ко времени существования Византии. Со временем в разговорном обиходе оно трансформировалось в царя Гороха. А значит, при царе Горохе – это просто во времена Восточной Римской империи. Поэтому-то, как гласит эта версия, в обороте при царе Горохе есть и нотки иронии. Ведь в те времена московские цари идеи были всего лишь великими князьями, а русских епископов назначали в Царьграде. Впрочем, один из самых авторитетных современных исследователей, профессор Журавлев, приводит английское «in the year dot», что приблизительно переводится как «во времена некоего чутельки». Он уверен, смешные имена сказочных и пословичных царей и королей в большинстве своем строятся на использовании названий мелких предметов, подобно тому, как маленького ребенка мы ласково называем кнопкой или клопом. Реальные человеческие имена в аналогичных оборотах также уменьшительные, а значит и Горох в этот ряд включен благодаря малому размеру горошин. То есть за царем Горохом не стоит ни древнее божество, ни исторический правитель, это скорее игра смыслов, юмористическое снижение образа властителя. Если хотите видеть наши новые выпуски, подпишитесь на канал История Интересна и не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Новые истории, нарративы и статьи на нашем канале в Яндекс.Дзен и в группе ВКонтакте. Ждем вас и там, не забудьте подписаться.